Всем привет на канале Александр Эмбрест. Помните, как-то было дело в минутке вандализма я показывал бошевский шуруповёрт со съёмным патроном. Если нет, то ссылка в описании. Если да, то сегодня мы его починим. Для начала взглянем на фронт работ. Передняя часть корпуса просто-напросто отломана. Но в остальном шуруповерт вполне себе рабочий. Короче, нам необходимо починить редуктор. Такой редуктор продаётся только в сборе, но нам это не помешает, ибо у меня имеются кучи доноров. Но для начала, как всегда, разберём. Раскрутили и, как всегда, перед вскрытием снимаем скобу. Ну и, естественно, достаем содержимое. Редуктор отсоединяется здесь просто. Электрическую часть откладываем в сторонку. Ну что, давайте редуктор вскрывать. Снимаем неподвижный венец, который ещё и стопорное кольцо. И высыпаем содержимое. Эта штука нам больше не понадобится. Сразу сниму подвижный венец и переключатель скоростей. Вот так вот. Ну и приступлю к чистке деталюшек. А пока очищу деталюхи, хочу поделиться с вами хорошей новостью. На Алике с 11.11 начинаются большие распродажи и есть возможность затарить что-нибудь с бешеной скидкой. И чтобы со всего этого разнообразия выцепить самое выгодное предложение, можно воспользоваться АлиРадаром. Ведь с его помощью можно отслеживать динамику цен, рейтинги продавцов, читать отзывы от реальных покупателей, ну и конечно же искать товары с наилучшей ценой во вкладке «Похожие товары». Установить АлиРадар можно как на мобилу, так и на компьютер и пользоваться всеми его полезными функциями. Самая крутая из них, на мой взгляд, отслеживание цены. Добавил товар в избранное и как только цена упала, АлиРадар оповестил об этом. Повторюсь, распродажи начинаются с 11 числа. Ссылка на АлиРадар в описании. Пользуйся. Ладно, отвлёкся. Детали почистил и приступил к снятию патрона. Но вот незадача. Контрилл был со слизанной шляпкой, поэтому мне пришлось его высверлить. И в процессе сверления, что бывает нередко, он сам выкрутился. Короче говоря, осталось лишь снять патрон. Как это сделать? Легко и просто. Я буквально в прошлом месяце показывал. Ссылка на ролик в описании. Ну а мы подбираем вот эту вот детальюшку злосчастную. Эх, доноры это конечно прекрасно. Смотрите, практически новая идеальная деталь. Это вот нам уже не понадобится. С передней части корпуса редуктора нашего сегодняшнего пациента возьмём только вот эту пластиковую детальюшку и установим. Здесь есть три паза разных размера под три колычка. Прицеливаемся и вставляем. Огонь. Берём упор, ложим и приступаем к сборке. Хочу похвалить владельца данного аппарата. Несмотря на то, что у него шуруповерт в буквальном смысле развалился, он не посеял ни единого шарика. Ну что меня не может не радовать. Ладно, собираем блокировку вала. Установили три бочонка, смазали и ставим центральную водилу. Вот так вот. Затем тусуем внутрь шарики, блин, не так как я это сделал. Попадаем всеми. Можно ставить венец. Следом закидываем сателлиты и поставим перегородку со стопорным кольцом. Затем ещё одну водилу с сателлитами, подвижный венец пазом вверх и последний водила. Редуктор собран, остается только установка верхней крышки. Обратите внимание, здесь есть вот такой выступ, а здесь у нас есть паз от топорного кольца. И здесь раз два выступа, и здесь раз два паза. Берём крышку, хорошенько прицеливаемся и устанавливаем, должно сесть плотненько. Теперь берём собранный редуктор, держим крепко, чтобы не разводился. Берём переключатель и наша задача попасть переключателем в паз на подвижном венце с обеих сторон. И раз, и два. После установки обязательно проверьте с обеих сторон. Можно брать наш редуктор, ставить в двигатель, покручивая немножко и тусовать всю эту красотищу внутрь корпуса. Затусовали всё красиво внутрь корпуса, проверили не торчит ли где чего лишнего, проверили установили ли мы все мелочи. Ну и накрываем верхним корпусом. Всё сходится хорошо, я лично, как обычно, для начала установлю вот эту вот защелку. Ну и после этого спокойно приступлю к закручиванию. Ну всё, можно ставить патрон. А вслед за ним и новую контрилу. Напоминаю, контрил закручивается против часовой стрелки. Ну что, давайте проверять это чудо техники. Для начала блокировка вала. Работает. Теперь, первая скорость. Огонь. Вторая. Тоже работает. Ну и последняя. Проверим регулятор усилия. Огонь. Вот так вот, не используя никаких новых деталей, если не считать контрилы, мы починили это чудо техники. Надеюсь, что ролик был полезный. Надеюсь, что вы перейдёте по ссылочкам в описании и посмотрите другие мои ролики. И обязательно заценивайте ролик с новой мастерской. Он будет по всплывашке с какой-то из этих сторон. Ну и хватит. Уff. Ух. Ух.